Широкую известность этой актрисе принес популярнейший сериал «Не родись красивой», и хотя Ольга сыграла в нем второстепенную роль, ей удалось настолько правдоподобно вжиться в образ суровой бизнес-леди, что зрители просто не могли не обратить на нее внимания. Да и режиссеры оценили талант актрисы, после чего она уже не имела недостатка в предложениях сниматься. Правда, успех этой работы имел и обратную сторону, актрисе стали упорно предлагать аналогичные роли и таких расчетливых и холодных красоток, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы переубедить режиссеров в том, что она способна перевоплощаться в разные образы. Поворотным моментом в этом стал сначала сериал «Богиня Праймтайма», а затем «Такие проекты», как «Любовь на острие ножа» и «Ночные сестры», где она смогла перевоплотиться в совершенно непохожих друг на друга героинь. Сегодня фильмография актрисы составляет 55 проектов, и она по-прежнему остается востребованной и популярной. Актрисе пришлось пройти непростой путь к славе, и, что характерно, такой же путь ее вел и к женскому счастью. Будучи студенткой Щукинского училища, в которое Ольга поступила в 1998 году, она познакомилась с Евгением Ряшенцевым, сыном известного советского поэта Юрия Ряшенцева. Утонченный и интеллигентный юноша просто очаровал Ольгу, да и она произвела на него неизгладимое впечатление. После года встреч влюбленные поженились, и родители Жени одобрили его выбор, считая невестку интеллигенткой, умной и хозяйственной девушкой. Поэтому, когда через полтора года супруги решили развестись, родители были огорчены, но не стали вмешиваться в дела молодых. Ольга продолжала учиться в театральном вузе, хотя с учебой у нее было не все гладко, и только, когда на их курсе появился режиссер Павел Сафонов, она воспрянула духом, так как он разглядел в ней талант, которого преподаватели упорно не видели, и предложил ей в своем спектакле главную роль. После этого их пути на некоторое время разошлись, и когда их опять свела судьба, то отношения между молодыми людьми были лишь дружескими. Только гораздо позже они переросли в романтические, причем, это не была всепоглощающая страсть, а скорее нежность и желание не расставаться никогда. Они стали жить вместе, открывая друг в друге что-то новое. Ольга увидела, что Павел не только талантливый актер и режиссер, но и потрясающий человек, добрый, отзывчивый и, в то же время, собранный и очень ответственный. А Сафонов, лишний раз убедился в том, что в его избраннице есть некая тайна, которую он только начал постигать и которая держит его в постоянном тонусе. Несмотря на то, что у пары уже подрастает трое детей, это две дочери, Варвара, 2006 года рождения, и Александра, 2011 года рождения, и сын Федор, который родился в 2017 году, они так официально и не зарегистрировали свои отношения, считая, что штамп в паспорте не является залогом семейного счастья. Супруги и так счастливы. Павел оказался не только прекрасным мужем, но и заботливым отцом, и в семье у них царит любовь, понимание и полная гармония. А если говорить об их профессиональной деятельности, то Сафонов добился больших успехов в театре, а Ломоносова в кино, но такое положение вещей нисколько не удручает супруга. Он, наоборот, радуется успехам Ольги, поддерживает ее во всем, и, если нужно освободить ее для съемок, все заботы о детях и бытовые вопросы берет на себя. А вам нравится эта пара? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, понравилась статья, нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?